Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом, молитвы, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, основанием для своей проповеди сегодня я избрал текст Священного Писания, который записан во 2-м послании Коринфянам, 3-я глава, последний стих, 18-й. Давайте прочитаем вместе этот стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Что происходит, братья и сестры? Преображаемся. Преображаемся в кого? В тот же образ. От славы славы, как Господня Духа. Речь идет о образе Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами рассуждать о Личности Иисуса Христа. Личности, которая пришла на эту землю, Личности, которой согласился Иисус Христос умереть за каждого человека, оставил прекрасное учение, прекрасный образ человека, которым он должен быть по замыслу Бога, который сотворил Его. Я думаю, что одна из причин прихода Иисуса Христа и Его жизнь, реальная жизнь на этой земле заключается еще в следующем. Я буду говорить простым, понятным языком, для того, чтобы люди, которые будут следовать за Иисусом Христом, которые будут называться христианами, могли обладать определенным характером. определенным характером, которым бы их, этих людей, очень отличал от остальных людей. Или, говоря вот языком текста Писания, преображались бы в образ Иисуса Христа. Не так давно мы рассматривали с вами одну иллюстрацию. Помните, жизнь веточки на виноградной лозе. Жизнь маленькой веточки на виноградной лозе мы видели настолько благословение, оказывается, вот жизнь простой веточки может иметь. Это и полная зависимость от лозы, это полный покой, доверие Господу. Ну, а самое главное, плод приносит эта веточка. Не сама по себе, но благодаря своей связи, жизни своей на этой лозе она приносит плод, прославляет Отца Небесного. И Христос говорит, вы будете моими учениками, это будет свидетельство того, что вы ученики. И мы, когда говорили о плоде, у нас только один источник, исследуя этот вопрос, мы находим, что плод, речь не идет о нашем служении, добрых делах, это все на своем месте, братья и сестры, речь идет о том, что под плодом подразумевает Священное Писание измененный характер. Верующий человек будет любить, он будет радоваться, он будет иметь мир, он будет иметь долготерпение, он будет добрым, милосердным, будет иметь веру, кротость, будет воздержанным, не потому что у него хорошо получается, не потому что он получил хорошее образование, или он работает над собой, друзья, потому что жизнь в нем другая. Есть тот, который производит в нем вот эти вот плоды, которые так необходимо иметь каждому из нас. Например, веточки, которые пребывают на лозе и приносят плод. Я хотел бы вместе с вами раскрыть еще одну грань взаимоотношений Христа и верующего человека. Хотел бы рассмотреть с вами еще одну очень важную сторону взаимоотношений, результат пребывания этого союза со Христом, пребывания во Христе со Христом. Какой результат? Сегодня мы с вами поговорим, и я тему свою назвал «Христианский характер». Христианский характер. Я сегодня не смогу закончить свою проповедь, мы только начнем. Я считаю, это чрезвычайно важная тема в нашей жизни. Вы знаете, и поставим такой вопрос, а что же такое характер человека? Даже если мы не занимаемся психологией, которая исследует наука, которая исследует поведение человека, друзья, каждому человеку, каждому из нас, которые находятся в этом знали, знакомо это слово. Знаете почему? Да потому, что каждый из нас обладает характером. Вокруг люди, которые обладают характером. Вы знаете, мы, люди, придаем этому большое значение. Теме характера человека мы придаем достаточно серьезное отношение в нашей жизни, потому что мы понимаем, что, обладая определенным характером, человек будет его проявлять. Он будет определенным образом вести себя. Его речь, его слова, его поведение, его поступки будут характеризовать, какой его характер. Наверное, братья и сестры, мы слышали, каждый из нас, вот я не буду прибегать к научным тезисам, научным каким-то словам, будем говорить, стараться максимально просто. Наверное, каждый из нас слышал, что многие люди обладают, ну, если скажу, мягким характером. Правда? Знакомый этот человек, мягкий характер, характеризует его поведение, поступки. Наверное, слышали, что люди обладают твердым характером или тяжелым характером. Кто-то говорит, у этого человека сложный характер, будьте осторожны. Есть люди, которые обладают уравновешенным характером, кто-то вспыльчивым характером. Даже мы слышим такое выражение, это человек бесхарактерный. Братья и сестры, вы слышали таких людей, которые обладают с крутым характером? Это о чем-то говорит. Каждую характеристику, братья и сестры, какую бы мы ни давали, мы понимаем, что стоят реальные, конкретные люди, которые встречаются в нашей жизни, может быть, даже в самом близком окружении. И каждый из нас сталкивался в своей жизни с людьми с тем или иным типом характером. Если говорить о людях неверующих, братья и сестры, если говорить о людях невозрожденных, неверующих человек, то, вы знаете, с этим как-то проще. Потому что, помните, Христос говорит, что худое дерево, то есть плохое дерево, оно не может приносить плоды добрые. Оно не может по своему определению, по природе своей, по своей сущности, не может приносить, он у него не может быть хороший, добрый, тихий характер, скажем так. Потому что Христос говорит, что с терновника виноград не собирает, и с репейника не собирают смоквы. Но когда мы говорим о верующих христианах, то есть здесь есть о чем подумать. Например, как вам такое сочетание? Брат с крутым характером. Или христианка со вспыльчивым характером. Говорит, эта сестра, у нее, знаете, такой вспыльчивый характер. Это о чем-то говорит? Брат сестра, это реальность жизни нашей. Я не что-то выдумываю, правда. Это реальность нашей жизни, когда христиан характеризует его характер, его тип поведения и поступков характеризует его с отрицательной стороны. Неуравновешенный характер. И вот представьте себе, такой христианин, он устраивается на работу, живет в коллективе и работает. Вот у него такой характер, говорит, принимайте меня с таким характером неуравновешенным. И вот он приходит среди неверующих людей, он общается, он работает, он контактирует, и он проявляет свой неуравновешенный, вспыльчивый, тяжелый или крутой характер. Какое будет свидетельство? Как пригласить людей? А если в христианской семье обладает муж или жена с определенным, мы говорим, отрицательным типом характера, как складываются отношения? В какой атмосфере дети растут, воспитываются? Что они делают? Какой они делают пример, правда? Есть о чем подумать. А если это происходит в церкви? В церкви, где есть люди, христиане, мы говорим, которые проявляют себя с такими непростыми характерами, грубыми, вспыльчивыми, тяжелыми. Ну, использую это слово, крутой характер у брата-проповедника или брата-пастора. Как будет вообще формироваться жизнь по местной церкви? Есть о чем подумать, братья и сестры? Это не просто, правда, эти вопросы, они нуждаются в каком-то объяснении для каждого из нас, потому что, как я уже сказал, это не просто какие-то выдуманные ситуации или какие-то мы читаем в художественных книгах. К сожалению, это реальность нашего времени, когда мы встречаем много христиан с разными характерами, темпераментами, привычками, высказываниями ихними, типом поведения. И возникает вопрос, если Священное Писание учит, что Христос пришел для того, чтобы быть виноградной лозой, а христиане веточки, для того, чтобы это не просто люди, которые, знаете, ну, говорит, такой у меня характер, принимайте. Подождите, Писание говорит, что Он показывает, что мы дети Божьи. Священное Писание говорит, вы не просто люди, вы веточки на этой лозе. И вет очень зависимо от лозы. Она отображает, она связана, должны происходить, мы прочитали, взирая на славу Господню, преображаемся. Сегодня первый брат говорил о нашем лице, который отображает, наверное, внутренний наш и характер, и сердце наше, и состояние, и многое-многое. И Павел говорит, взирая вот на славу Господню, то есть всегда должен быть этот эталон, этот идеал, преображаемся. Необходимо преображаться и изменяться. И это является нормальным явлением, и это так должно быть. Если не происходит, и десятками лет верующие люди, приходя в церковь, их знают, характеризуют их, как человека с тяжелым, неуравновешенным характером, и предпочитают лучше держаться подальше, друзья, это очень тяжелый признак, это очень серьезный сигнал для каждого из нас. Для того, чтобы рассуждать, каким образом нам преображаться, каким образом нам сформировать христианский характер, есть ли для этого определенные требования и критерии, мы поставим несколько вопросов. Первый вопрос, мы зададим, что такое характер, и дадим определение этому явлению. Второе, мы попытаемся понять, чем же отличается христианский характер от нехристианского характера, в чем радикальная разница изменения, в чем между двумя этими группами людей. И третье, мы остановимся, посмотрим, а какой же был характер у Христа. Четвертый, мы оставим на следующий раз, это будет большая тема, мы будем говорить, а как же формировать нам лично христианский характер. Не такой, который я имею на сегодня, а формировать христианский характер. Итак, первое, что такое характер, в переводе с греческого слова характер означает отпечаток, или чеканка, или слепок. Отпечаток, чеканка, или слепок. Это наводит нас на некоторые примеры, правда? Когда чеканят деньги или печатают деньги, используют оригинал. Из этого оригинала печатают копию, копюры или монеты. Если художник, например, работает и пишет картину, посвящает годы, труда, времени, вкладывает в свою душу, и мы говорим, эта картина в единственном экземпляре, это оригинал. Все остальные будут, как называться, копиями. Все остальные картины, сколько бы ни производили, они будут копиями или отпечатками, да, будут. Поэтому, когда мы говорим о характере, мы должны понимать, это отпечаток, это чеканка, это... мы отображаем кого-то, мы отображаем кого-то. Общее определение характера человека очень хорошо, я думаю, представлено в толковом словаре Ожегова. Я позволю процитировать. Это совокупность устойчивых, психических и духовных свойств человека, обнаруживающихся в его поступках и поведении. В нашем случае очень важно обратить внимание духовным свойств человека, поскольку христианский характер, мы понимаем, он имеет духовное начало. Обратите внимание на наши поступки и наше поведение составляют основу нашего характера. Наши поступки, которые мы совершаем, и наше практическое поведение составляют наш характер. Например, мы говорим, это человек с мягким характером. Что мы подразумеваем? О том, что человек, он достаточно мягко может решать вопросы, он внимательный, он не грубый, с ним можно поговорить, и встречаешься в ситуации, он это сделает максимально, как мы говорим, в мягкой форме. Если мы говорим наоборот, человек, например, трудным, тяжелым характером, вам предстоит с ним какой-то решить вопрос, мы понимаем, что нужно быть готовым, нужно искать какие-то пути, контакты, каким-то образом нам необходимо с нашей стороны проявить, может, максимальную мягкость, гибкость, теремпимость. Почему? Потому что человек, который перед нами, у него трудный характер, его речь, его поступки, его действия, его слова. Друзья, наверняка, мы, каждый из нас, встречались, в каких-то ситуациях оказывались. Не правда? И говоря о определении, что такое характер человека, необходимо отметить, что каждый человек, все в мире люди, они делятся на четыре типа характера или темпераментов. Я позволю процитировать, наверняка вам знакомы эти типы характера, флегматики, холерики, сингвиники, меланхолики, друзья. И в этом нет никакого библейского нарушения. Почему? Это действительно так. Господь, создавая человека, создавая людей, наделяя их различиями во внешности, мужчин и женщин, абсолютно, строение тела, цвет глаз, волос, рост и многие-многие особенностями во внешне, наделяя различными отличительными качествами, наделил все человечество четырьмя типами характеров и темпераментов. Друзья, и в этом нет никакого нарушения библейского. Вы знаете, но сегодня наша тема, это, ну, не о характерах, о которых мы говорили, только что процитировали, а желания все-таки глубже посмотреть с библейской позиции, взять основание Писания, каким образом образ Иисуса Христа должен быть воплощен в независимое. Человек может быть, скажем, флегматичным, сам по себе, но это не мешает иметь ему образ Иисуса Христа, или человек не мешает, если он, например, подвижный, энергичный, у него много качеств, он весь горит, знаете, ну, слава Богу, Господь наделил, но это не лишает его характера с его подвижностью, энергичностью, темпераментом быть детьем Божьим и отображать образ Иисуса Христа в лучших его проявлениях в его повседневной жизни. И в этом есть действительно Божья гармония и красота создания человека. Ну, давайте на примере возьмем Петра, апостола Петра. Как вы видите апостола Петра? Представьте, если он такой был флегматичный, такой неторопливый, думал долго. Скажи, нет, 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 здесь что-то не то. Мы видим Петра горячего, любящего Господа, где-то допускающего какие-то ошибки, может быть, но он был впереди, он был лидер, правда. Мы говорим, это был сангвинник, наверное, обладал этим характером, типа. Иакова, братья и сестры, как вы думаете? Столпы, три столпы церкви, Иаков, Иоанн, Петр, которым в прошлое воскресенье мы говорили, Господь позвал, чтобы показать Царство Божие пришедшее. Я думаю, он был спокойный, уравновешенный, его речь была мягка. Мне кажется, он представлен, представлен именно такой, знаете, пастори Иерусалимской церкви. Иоанн был другим человеком, друзья, но обратите внимание, хочу привести один библейский историю, посмотреть. Помните, в третьей главе Деяния апостолов Петр и Иоанн шли в храм для чего? Помолиться. Помните, что произошло? Исцеление, исцеление этого храмово от рождения. Произошло действительно великое чудо, и Петр и Иоанн оказываются перед Синедрионов. Перед Синедрионом их позвали туда, приволокли, допрос устроили. И вот обратите внимание на один текст Писания, Деяния апостола, 4 глава, 13 стих. Они предстоят принять Синедрионом. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Обратите внимание, сделаю паузу. Видят люди простые, не книжные, не образованные. Эти люди, которые были, пригласили их, это были очень хорошие психологи. Они очень хорошо могли читать людей. И видят, ну простые два простачка стоят. Но вот они чему-то удивлялись, братья и сестры, чему удивлялись этим двум людям? Что было удивительно? Они были с Иисусом. Между тем, они узнавали их, что они, эти люди, были с Иисусом. Как они узнали? Только потому, что знали? Или потому, что в их словах, в их ответах, в их поведении, в действиях этих двух людей, Петра и Иоанна, такие разные по своему характеру, темпераменту, было что-то общее. Пребывание со Христом, школа, в учителя, со Христом не прошла напрасно, не правда ли? Они узнавали, что они были с Иисусом. Это очень важно, друзья. Никогда верующий человек, каким бы типом характера, не обладал он, если он в правильных отношениях со Христом, находится в школе учителя, у него будет изменение. Люди будут узнавать, а почему так человек ведет себя. Если вы устраиваетесь на работу, особенно, вспоминаю, в Советском Союзе, когда мы жили, верующие люди устраивались на работу, в большой коллектив, в малый коллектив. Братья и сестры, сколько необходимо было времени, чтобы люди вычислили, простите, я использую это слово. Кто вы? Очень быстро. Знакомство, несколько слов, пошли на перекур, а он не пошел. Еще, слово за слово, ты баптист. Правда? Что-то отображает не только наше имя, не только в наш внешний вид. Наше поведение, друзья, наши поступки являются этим основанием нашего истинного характера. Вторая мысль, которой я хочу сегодня кратко остановиться. Чем отличается характер христианина от характера нехристианина? Про сестры, я думаю, это непростой вопрос. Потому что, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью верующих людей, мы видим некоторые ситуации, в которых нам порой стыдно. Иногда. Мы думаем, почему так поступили люди? Почему так верующий иногда поступает? Я бы хотел, чтобы мы на несколько минут зашли в Едемский сад с вами в это утро. Давайте посмотрим на первых людей, которые Господь сотворил. Я думаю, что характер Адама и Евы был какой? Идеальный, божественный, без всякого недостатка. Они обладали гармоничным, абсолютно Божьим, самых лучших его проявлений. независимо, был ли флегматичный Адам или Ева была, разницы в этом нет. Они дополняли друг друга и, главное, они отображали образ своего Творца. Не правда ли? Это было абсолютно, Бог сотворил их прекрасными, не только внешне, но и внутренне. Они замечательно дополняли друг друга, используя те качества и темпераменты, которые Господь их наделил. Но все изменилось в одно мгновение, в один день. Все изменилось в одно мгновение. После грехопадения характер человека претерпел колоссальные изменения, негативные качества, которые стали проявляться в словах, в мыслях, в речи, в поступках, знаете, словно вот такие сорняки стали давать обильные всходы, заглушая все доброе, что было в человеке. Я бы даже сказал, что жизнь Адама и Евы стала невыносимой. Можем себе представить два человека, которые имели, обладали абсолютным, прекрасным характером, вдруг обнаружили, прежде всего, сами в себе, и в друг друге изменения. Я думаю, начались споры, начались разногласия, начались конфликты, начались обвинения, и мы видим в Священном Писании, помните, Адам обвиняет Еву, обвиняет Бога, обвиняет друг друга, приходит конфликт с семьей, проявляется во всей своей полноте греховность человека и его испорченный характер. В книге Бытие, в пятой главе, в пятом стихе, наверное, если можно, откроете, пятый или шестой, посмотрите, Бог дает свое определение характеру человека до потопа. До потопа Бог дает определение следующим образом. Увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что мысли и помышления были злом во всякое время. книга Бытие 6,5 или 5,5, посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание, Бог говорит о мыслях и помышлениях, которые находились во власти зла. Какие же поступки могли совершаться под влиянием такого состояния? мысли и помышления сердца, их были не в какое-то определенное время, а в какие-то критические дни. Зло наполняло во всякое время. Поэтому нетрудно представить, какие же было поведение, поступки людей, окружающих. Неудивительно, потому что написано в следующий стих, говорит, раскаялся Господь, что воссоздал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Можем себе представить любящего Бога, который скорбит, видя поступки и поведения людей, которые населяли эту землю. Поэтому, когда человек рождается в этот мир, его характер какого бы типа он не имел, будь ли он сангвинником, будь ли он флегматиком, будь ли он меланхоликом, не имеет никакой разницы, он уже поражен грехом, он уже имеет врожденную склонность ко греху, и вся его последующая жизнь, его формирование, его характера будет базироваться на этом греховном, испорченном состоянии. Мотивы, поступки. Вот почему мы удивляемся, говорим, этот ребенок непростым характером. Возникает вопрос, сколько же времени, сколько же лет этой малюточки от года два или три годика он проявляет свой характер, и родители придают значение, когда подрастают детки, формируется подростковый возраст, и говорят родители, ну, разводят руками, ну, наши дети, нашего мальчика или девочки, сейчас трудное время. Характер у него формируется, друзья, и мы понимаем, что этот характер каждый из нас приобрел там, в Едемском саду, от наших родителей. Есть ли надежда? Может ли человеческий характер врожденный измениться? Надежда есть, друзья. Начало изменения в характере человека начинается с духовного возрождения, когда Христос вселяется в сердце человека Духом Святым, братья и сестры. Это очень важно. То, что мы называем покаянием со стороны человека, то, что мы называем возрождением со стороны Бога, есть единственная надежда, когда Христос вселяется в сердце человека. Братья и сестры, что происходит с греховной природой человека? Она не устраняется, но появляется в человеке еще одна природа, новая природа, природа самого Христа, которая заключена в духе возрожденном человеке. В нашем духе возрожденном пребывает Дух Святой, Христос Духом Святым. Вселяясь в нас, Он приносит, скажем себе, новое начало, духовное начало. Мы называем это духовная природа, человека новая. Помните, кто во Христе, тот новое творение древнее ушло, теперь все новое. Многие тексты Священного Писания говорят об этом. Павел говорит, у вас есть новый человек, созданный по образу Богу во Христе Иисусе, называют новым человеком. Да, он слабенький, он только родился, ему еще много предстоит впереди, но есть это новое начало, на основании вот этого фундамента может формироваться новая личность и новый человек. И под действием Духа Святого характер человека начинает изменяться. Вместо гнева приходит кротость, вместо злоречия приходит доброжелательность и мягкость. В словах вместо обиды и критики прощения и участия в нуждах ближних. И люди задают вопрос, мы знали этого человека, называя по имени? Мы знали ли его, что произошло с ним? Почему вдруг его поменялась речь? Почему поменялись его поступки? Почему поменялось его лицо? Почему он улыбается, доброжелательный? Почему, друзья? Есть только одна причина, есть только одна сила, которая может изменять человеческий характер. Это живой Христос, который входит в жизнь человека. Когда мы даем, я подчеркиваю, мысль, когда Дух Святой не огорчен в нашей жизни, Христос начинает свою спокойную, тихую, постепенную работу. То, что Священное Писание еще называет освящением, преображением нашего мысли, нашего ума, а самое главное, наши поступки и наши дела, наши действия, изменением характера человека. Если рождение свыше, братья и сестры, не происходит, то характер человека, он не будет меняться. Никакое образование, самое лучшее, никакое воспитание, никакая принадлежность к церкви, например, не поможет человеку измениться, он будет себя обнаруживать. Если не будет обнаруживать себя в церкви, будет обнаруживать себе в кругу семьи. Родные будут знать, что у нашего папы или мамы непростой характер. Или будут обнаруживать на месте работы, или в каких-то других местах, но человек себя обязательно обнаружит. Потом на вопрос, чем отличается характер невозрожденного человека от возрожденного, ответ будет следующий. Основой всякого характера составляет его природа. Если это греховная адамовская природа, вот на этом фундаменте строится характер человека, результаты будут те, о которых мы сегодня говорим. Если же природа Христа, природа новая, тогда уже будут и плоды другие, будут изменяться, постепенно преображаться в образ Христа. Матфея, 7 глава, 18 стих. Еще раз напомню эту мысль. Не может дерево доброе приносить и плоды худые. Не дерево худое приносить плоды добрые. Это очень важно, друзья, когда мы говорим о покаянии, возрождении наших детей, дорогие родители. Это чрезвычайно важно. Мы рады всякому поступку или движению, всякому рады, когда они заявляют и говорят, мы покаялись, мы обратились, мы начали следовать за Христом. Мы рады, братья и сестры. Но очень важно наблюдать, произошло ли в этом человеке, в этом мальчика или девочке, произошло ли рождение свыше. Как это обнаружится, будет меняться его характер, потому что не может доброе дерево приносить плоды худые. Худое дерево или плохое дерево, оно не может приносить плоды добрые. Мы никак не можем приукрасить самое плохое дерево, но навешьте самые хорошие плоды ненадолго. Оно все равно проявится. Это очень важно. Мы понимаем, что даже когда мы получаем спасение по вере, обретая новую природу и силу для того, чтобы в нас проявлялся характер Христа, согласитесь, не все сразу получается. Бог это понимает. Бог не ожидает мгновенного преображения. Я скажу, сколько Бог посвящает времени для изменения характера. От дня обращения, от дня рождения свыше до последнего дня жизни человека. Даже когда человек уже на одре смерти, тогда Бог продолжает трудиться. Для этого используют абсолютно все обстоятельства нашей жизни. Никогда не будет такой на земле период, где человек скажет, вы знаете, я достиг абсолютного совершенства, мой характер изменился, все, что мне необходимо до смерти, ну, немножко отдохнуть и подготовиться. Нет, Бог будет использовать эти обстоятельства, формировать наш характер, христианский характер до конца. Для тех, кто работал над своим характером, или работает сейчас, вот, братья и сестры, если мы проанализируем сами себя, просто можем дать определение, какой у меня настоящий характер, например. И понимать, что много-много недостатков. Я думаю, что нам нужен идеал. Нам нужен идеал, мы бы хотели, но на кого смотреть? Ну, тот не такой, тот не такой, и тот не такой. И правильно, братья и сестры, есть только единственный идеал – это Христос. Вот почему я говорю, когда Христос пришел на эту землю, прожил вот эту земную жизнь, достаточно короткую, 33 с полной года, совершил спасение, искупление, учение, все это на своем месте, братья и сестры. Но он еще оставил нам пример жизни человека с идеальным характером. Единственная личность из всех людей, которые жили на этой земле, который имел этот идеально безупречный характер, еще раз подчеркиваю, это Христос. Если мы хотим учиться формировать наш характер, а для этого очень важно, для нас самих, для окружающих людей, для нашей семьи, для церкви, в которой мы находимся, я думаю, очень важно внимательно посмотреть. Не случайно написано 4 Евангелия и потом послание, где мы в этих 4 Евангелиях можем внимательно смотреть жизнь Иисуса Христа. А почему это оставленные, эти тексты, Священное Писание, эти события? Возможно, кто-то возразит и скажет, ведь Христос был Богом, имел божественную природу в отличие от нас, и, соответственно, Он не имел этого искушения от греховной природы. Да, это так, братья и сестры. Согласно Писанию, Библия говорит, что Христос принял добровольное тело человека, но когда Он принял человеческое тело, не природу, а тело, Он повел себя следующим образом. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели очень кратко на один текст Священного Писания, который нам поможет понять эту главную мысль, чем же отличало Иисуса Христа, находясь в человеческом теле, от нас с вами. Если можно, филиппийцам, откройте текст филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих, очень известный текст Писания. Смотрите, Павел пишет так, он о Христе, «Будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». В новом переводе звучит так. «Не держался за свое равенство с Богом». «Будучи образом Божиим, не держался за свое равенство с Богом». Но что делает Христос добровольно? Что делает Христос? Следующий текст. Первое, что он делает, уничижил себя, унизил самого себя. До какого уровня? Раба. До образу, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Его тело, абсолютно вся его жизнь, сначала от самого рождения до последнего вздоха на этой земнокресте, когда он висел, это был стопроцентный человек. Как понимать этот стих, братья и сестры? Иисус Христос принял тело человека, подчинился всем законам человеческой жизни. Хочу подчеркнуть одну важную мысль. Он не использовал свою божественность, чтобы как-то облегчить свою человеческую жизнь. Он не использовал свою божественность и силы, чтобы облегчить свою жизнь как человека. И когда мы внимательно изучаем жизнь Иисуса Христа, мы можем увидеть, что Христос за его короткую жизнь прошел практически все критические моменты, в которых возможен человек оказаться, чтобы проявился его характер. Потому что наш характер чаще всего проявляется не тогда, когда все хорошо, мы сидим в гостях, нас уважают, нас любят, а в какие-то очень критические моменты, где проявляется истинное наше лицо. И вот когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы видим, что он был подвержен нечеловеческим искушениям от дьявола в пустыне. Помните эту ситуацию? Где проявилась его сторона характера как человека. Он испытал недоверие со стороны своих братьев. Можем себе представить, родные братья не верят Иисусу Христу до конца, только потом. Он постоянно сталкивался с враждебностью религиозных лидеров. Он испытал предательство и отречение своих самых близких учеников. Он испытал моральные унижения, насмешки разного рода людей. Он подвергался нечеловеческим физическим издевательствам и многое другое. И в каждом из этих случаев, братья и сестры, Христос проявил характер свой, характер истинного Бога человека. При этом он никогда не использовал свою божественность для того, чтобы каким-то образом облегчить насмешки, боль, унижения, страдания. Но был истинный человек, истинно Божий Сын. И поступал как Сын Человеческий. В личности Иисуса Христа воплотили самые лучшие качества человека, которые отображали его божественную сущность. Вот только небольшой перечень, если мы посмотрим, а какой же был характер Иисуса Христа. Вот только небольшой перечень из большого списка его добродетелей, характера. Христос имел абсолютную, совершенную любовь. Он имел прощение к людям. Он был кротким человеком. Он был терпеливой личностью. Он сострадающий был. Он понимал других людей, как никого, как лично принимал свою боль. Он обладал удивительной добротой. Он был милосердным. Он был справедливый и строгим. Готовый жертвовать ради других людей. И многие-многие можно продолжать качество характера Иисуса Христа. И возникает вопрос, для чего Христос был таким, который мы видим в Священном Писании. Я думаю, для того, чтобы, проживя достойно вот эту короткую жизнь на этой земле, миллионы его последователей, читая жизнь Иисуса Христа, слушая проповеди, могли для себя поставить одну очень важную цель. Господи, помоги мне быть похожим на Тебя. Помоги с моим характером, может быть, непростым, с этой внутренней борьбой, которую я веду. Господи, помоги мне преображаться в образ Твой, чтобы люди в церкви, в семье, на работе, окружающие, соседи могли сказать, это немного другие люди. Или сказать, это совсем другие люди. Или сказать, это люди, которым можно подражать. И они могут задать вопрос, скажите, а кто это, который так на вас влияет? И у нас с вами есть хорошая возможность рассказать о том, кто на нас влияет. Взирая на славу Господню, мы преображаемся. В тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. На пути этого преображения есть одно очень сильное препятствие. Обратите внимание, взирая. Если верующий человек не взирает, если перед ним нету этого образа, на который он постоянно взирает, будет большая, может, длинная пауза в жизни. И тот характер, который мы проявили в Адаме, он будет проявляться, будет приносить боль, страдания нам самим и нашим близким. Поэтому пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы иметь, видя и зная образ и характер Христа, могли стремиться к этому. А каким образом происходит формирование христианского характера, практически мы будем говорить с Божьей помощью в следующий раз. А сейчас я приглашаю вас к молитве. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok